Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я рад тому, что мы вместе вновь можем обратиться к Священному Писанию. И сегодня мне бы хотелось вместе с вами обратиться к очень важной теме. И я сразу хочу оговориться, что эта тема очень обширна, и мы будем еще возвращаться к сюжету этому. Поэтому речь пойдет о правде и лжи. Знаете, если посмотреть на все Священное Писание, то практически вся Библия нам повествует об этой борьбе между ложью и правдой. То и другое существует в нашем мире. То и другое обладает силой. И каждый день, а то и несколько раз в день, человек стоит перед выбором, как ему поступить. Поступить по правде или поддаться лжи. Сегодня мы вместе с вами будем читать тексты Священного Писания, которые говорят о том, какое преимущество имеет правда, которые повествуют нам о том, в чем заключается опасность лжи, ее коварство, что она делает с сознанием человека. Вы знаете, наверняка каждый из нас поддавался этому искушению, и мы становились на сторону лжи. Но очень хорошо, когда мы вовремя понимали, останавливались. А если уже это сделали и вовремя не остановились, то пришли к Богу и у Бога попросили прощения за это. Если мы обманули какого-то человека, то необходимо с этим человеком обговорить этот вопрос и сказать ему правду. И я думаю, что многие из нас испытывали вот эту горечь, это неприятное чувство, когда нас обманывали. Знаете, когда-то моя дочь вернулась из колледжа и говорит, «Папа, представляешь, вот что произошло?» У них на одной из дисциплин класс, в котором всего 5 или 6 человек, и так получилось, что одна девочка из этого класса имела какие-то проблемы. Она не делала задания вовремя, она отвлекалась на уроки, и учительница ее предупредила раз, предупредила два, предупредила три. И, в общем, учительница приняла там очень строгие меры в адрес этой студентки. Ну и что в ответ сделала эта студентка? Она написала жалобу, и написала свое имя, и подписала имена всех студентов, в том числе и моей старшей дочери Юли. У Юли моей по этому предмету все хорошо, с учителем нормальные рабочие отношения, нет никаких проблем, все так, как должно быть. И вот представьте себе, что администрация колледжа получает эту жалобу, где практически вся группа, вот стопроцентный состав, выступает с жалобой на этого преподавателя. Но когда Юля моя узнала об этом, она, конечно, была просто не в себе, ей было больно, неприятно, ужасно, обидно. Когда она мне это рассказала, я говорю, Юля, вот как можно скорее, сразу же, как только ты придешь в колледж, первым делом иди к этой учительнице и говори ей правду, говори, что ты ничего общего с этим не имеешь. Вы знаете, друзья, ну в данной ситуации можно было сразу раскрыть этот обман и как бы все было разрешено наилучшим образом в этой ситуации, что касалось моей дочери и отношений этой учительницы. Но мы знаем с вами, что есть очень много других ситуаций, где обман скрывается годами, когда тот, кто является автором этой лжи, может оставаться невидимым продолжительное время. И этот грех причиняет человеку огромную-огромную боль и страдания. И вы знаете, не случайно, наверное, есть такая очень хорошая поговорка, которая говорит нам о том, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И действительно, в этом есть огромная мудрость. Почему правда горькая? Почему ложь сладкая? Вы знаете, правда горькая, потому что мы люди несовершенные. И иногда мы можем делать какие-то ошибки. Иногда мы даже не даем себе отчет и не осознаем того, что мы совершаем какую-то ошибку. И только уже увидев плоды нашего действия, мы понимаем, что да, лучше было бы поступить по-другому. Так вот, в данной ситуации поступить по правде и признать, что это моя ошибка, это, друзья, не всегда легко, это горько, но правда помогает нам встретиться с самими собой. Она помогает нам видеть реальность не искаженную, а такой, какая она есть. И, следовательно, вот находясь в вот этом состоянии горькой, отрезвляющей правды, мы можем подняться, мы можем исправить эту ошибку, мы можем вынести для себя огромнейший урок для того, чтобы в будущем подобного не повторять. А почему же ложь сладкая? Дело в том, что ко лжи мы прибегаем тогда, когда нам не хочется встречаться с горькой правдой. И, вы знаете, действия лжи можно сравнить, вот как, если человеку нужно лечение, вот серьезный какой-то препарат, который действительно бы дал ему исцеление от той или иной болезни, и вот человек страдает, ему нужно срочное лечение, а вместо лекарства человеку дают только лишь обезболивающее. Так вот, ложь – это обезболивающее, которое притупляет у человека реальное восприятие жизни, реальное восприятие позиции этого человека, где он сейчас находится, куда он идет, в каком направлении он движется, какие у него отношения с ближним, какие у него отношения с Богом, какие у него отношения в своей семье. Вот эта обезболивающая ложь помогает человеку быть в стороне вот этого момента, который назнавается разрешение проблемы. Когда мы находим причину, когда мы причину, то есть вещь называем своим именем и поднимаемся, мы идем дальше, понимая, где мы находимся. Ложь, она вуалирует вот это состояние, она дает видимое такое благополучие. И вот, знаете, удивительное вот такое, ну, в отрицательном смысле слова, свойство лжи заключается в том, что прибегая к ней снова и снова происходит трансформация, то есть изменение сознания. И человек начинает искренне верить в созданную им ложь. А истинное положение вещей для себя этот человек считает ложью. Давайте попробуем вместе с вами найти несколько причин, почему человек прибегает ко лжи. Ну, кое-каких мы уже поговорили. Ну вот, давайте еще раз хотя бы несколько выделим. На самом деле их очень много, но обрати внимание хотя бы на некоторые. И так, как мы уже говорили, человек прибегает ко лжи, чтобы скрыть какой-либо проступок, чтобы избежать ответственности, может быть, избежать неприятного разговора, может быть, избежать каких-то последствий нехороших. То есть человек прибегает в этой ситуации ко лжи. С помощью неправды люди могут иметь материальную заинтересованность, то есть просто, чтобы найти какую-то выгоду. Если возник с кем-то конфликт, то чтобы защитить себя и очернить другого человека, то есть якобы выйти победителем в этом конфликте, то человек очень часто может в этих случаях прибегать ко лжи, к клевете, к искажению информации, к искаженным фактам, к подтасовке каких-то событий для того, чтобы оклеветать того человека, в котором он сейчас находится в конфликте. Очень часто с помощью лжи прикрывается собственная лень. Лень духовная и лень физическая. И человек просто-напросто успокаивает себя, он придумывает себе какие-то причины постоянные для того, чтобы действительно не работать над собой и не называть вещи своими именами. И вы знаете, вот еще одно такое страшное свойство вот этого явления заключается в том, что человек это действие лжи направляет не только на окружающих, но незаметно, может быть, для самого себя он это делает и с самим собой. То есть человек начинает врать самому себе. В своем сознании он создает вот такую территорию, своего рода пространство, которое является искаженной реальностью, и законы этого пространства. Это новая и новая ложь. И вы знаете, можно сказать, что ложь это своего рода такой вот наркотический галлюциген, который овладевает сознанием человека. Обращаясь к Священному Писанию, мы видим, что по словам Иисуса Христа родоначальником этого явления является дьявол. И я хочу пригласить вас открыть Евангелие от Иоанна, 8 главу, и мы вместе с вами прочитаем 44 текст, в 8 главе. И вы знаете, вот здесь Христос очень смело, безбоязненно называет вещи своими именами. И людям, которые полностью погрязли в собственной лжи, он говорит эти слова для того, чтобы они могли отрезветь и спастись. Посмотрите, что сказал Иисус. 8 глава Евангелия Туана, 44 текст. Он говорит, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Итак, дорогие друзья, как мы уже упомянули с вами несколько минут назад Священное Писание повествует нам о великой борьбе между истиной и ложью. И вот эта борьба касается каждого человека. И в этой борьбе, ну, нет, знаете, какой-то вот такой серой зоны. Христос говорит, что дьявол – это отец лжи. И когда он говорит ложь, он говорит свое. Когда мы читаем другие книги Священного Писания, другие библейские книги, начиная от Ветхого и заканчивая Новым Заветом, мы видим, что через все Священное Писание проходит вот этот призыв Господа отделиться от этого греха. Грех лжи – это то, от чего Господь пытается удержать каждого человека. И всевозможными методами, всевозможными способами, через пророков, через своих слух, через апостолов Господь убеждает человека отстать от этого пророка. Давайте прочитаем вместе еще несколько библейских текстов. Но с самого начала давайте еще раз упомянем о том, что в Божьем законе есть заповедь, которая говорит о том, что не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это Божья заповедь. Давайте вместе с вами прочитаем еще несколько текстов, и я приглашаю вас открыть книгу-притч. Притч, 4 глава, 24 стих. Это 643-я страница Ветхого Завета. Слово Божье говорит «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Священное Писание говорит, что это от нас зависит. Мы призваны контролировать этот процесс, и мы можем то ли приучить язык свой и ум свой лукавить и говорить ложь, или приучить свои уста, приучить свой разум для того, чтобы всегда говорить правду». Давайте вместе с вами откроем в книге Псалмов 39-й Псалом в Ветхом Завете это 586-я страница и прочитаем в 39-м Псалме 5-й текст. Посмотрите, что говорит Священное Писание. «Блажен человек», то есть «счастлив тот человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи». То есть Священное Писание называет человека счастливым, когда он умеет сделать правильный выбор, и если он видит, что может быть для достижения какой-то цели, для дальнейшего какого-то движения в его жизни, для осуществления его планов, ему необходимо обратиться к людям, которые живут ложью, он делает выбор и воздерживается от этого. Он обращается к Богу, он просит у Бога руководства, помощи, поддержки, защиты, но никогда он ничего общего не будет с теми людьми, для которых путеводитель ложь, для которых ложь обыденное повседневное явление. Знаете, также есть еще в книге Псалма очень замечательный такой стих, где говорится, что «блажен человек, в чьем духе нет лукавства». То есть действительно это удивительное состояние правды и чистоты перед Богом, перед другими людьми и перед самим собой. Это действительно счастье, это действительно блаженство. Давайте вместе с вами вновь вернемся к книге «Притч» и откроем вместе с вами шестую главу. И в шестой главе прочитаем с шестнадцатого по девятнадцатый текст. В Ветхом Завете это шестьсот сорок четвертая страница. Книга «Притч», шестая глава, с шестнадцатого по девятнадцатый стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Посмотрите, Священное Писание говорит нам о том, что для Бога эти вещи ненавистны. И вы знаете, когда наступит кульминационный день истории нашей Земли, а этот день в Библии назван вторым пришествием Господа Иисуса Христа в наш мир, то в этот день вот эти грани между белым и черным, они будут явны для всех. И в этот день каждый человек получит возмездие за свои дела. И вот об этом дне есть много информации в Священном Писании, и в Священном Писании говорится о характеристиках тех людей, которые будут спасены в этот день, и о тех, которые будут осуждены в этот день. Я хочу, чтобы мы вместе открыли книгу Откровения, приглашаю вас открыть книгу Откровения, 21 глава и 8 текст, это 291 страница Нового Завета. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Священное Писание говорит нам о том, что участь всех лжецов в озере огненном. И если сегодня многим людям, живущим ложью, питающим свой разум, питающим свой внутренний мир неправдой, и они торжествуют, они на коне, они обманывают других людей, они чувствуют, что они являются сейчас своего рода хозяевами любой ситуации, любого положения, и казалось бы, они остаются безнаказанными, священное Писание дает четкую информацию о том, что будет с этими людьми. Почему до сих пор Господь терпит? Просто по его великой любви Он желает, чтобы эти люди покаялись. Может быть, кто-то еще из них остановится. Но, дорогие друзья, Библия говорит, что есть предел. Для кого-то этот предел может наступить еще раньше, до пришествия Иисуса Христа. Помните, как в книге «Деяния апостолов» в пятой главе «Анания и Сепфир обманули апостолов», и суд Божий их настиг мгновенно. Итак, хочу сейчас, дорогие друзья, пригласить вас прочитать, на мой взгляд, очень удивительный текст, в котором очень много смысла, и в котором есть решение для того человека, который ведет борьбу с этим пороком. Давайте вновь вернемся к книге «Притч». Книга «Притч», 27-я глава, и прочитаем шестой текст. Ветхом Завете это 661-я страница. Книга «Притч», 27-я глава, шестой текст. Посмотрите, как красиво открыта вот эта очень важная интересная истина. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Дорогие друзья, вы знаете, вот это удивительное свойство правды. Когда тебя укоряют, если человек действительно тебя любит, он будет говорить тебе правду. Он будет называть вещи своими именами. Он не будет бояться вот этой точки кипения, чтобы оставить тебя в покое, видя, что ты, может быть, сейчас делаешь, но не совсем мудрую вещь в своей жизни. И вот, конечно же, человеку приятнее, когда его целуют, а не укоряют. Но Библия говорит, посмотрите, что вот эти укоризны, эти укоры от тех людей, которые любят, они искренне. И берегитесь и бойтесь тех людей, которые вас целуют. И вспомните, пожалуйста, Гефсиманский сад, когда Иуда пришел для того, чтобы Иисуса предать, он его поцеловал. И так искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Укоризны или правда укоризны, которые мы слышим от других, правда, которую мы слышим от других в свой адрес, или укоризны, которые мы сами себе говорим, правду, которую мы сами себе открываем, открываем, простите, помогает нам встретиться с реальным положением вещей. Происходит самая главная встреча, встреча с самим собой, со своими проблемами, со своими слабостями, мы видим себя в истинном свете такие, какие мы есть. И вот эта точка, точка укоризны, точка признания правды самому себе является первым шагом к исцелению и росту. да, не всегда это легко, не всегда это приятно, но, дорогие друзья, помните, что правда и только правда для меня, для нас самих и для окружающих является тем, что может восстановить наш внутренний мир, восстановить разрушенные отношения с ближними и самое главное, что на территории правды главным действующим лицом является Бог. И где Бог действует, там нам не нужно бояться. Господь является всемогущим и территория правды, пространство правды, это Божья территория. Мне бы хотелось вместе с вами прочитать еще один текст, который записан в Ветхом Завете, это книга пророка Иеремии, 13 глава, 25 стих. Здесь Господь обращается к своему народу, к своей церкви с укором, с обличением и Он говорит о том, какой они выбор сделали. Книга пророка Иеремии, 13 глава, 25 стих, это 750-я страница Ветхого Завета. Господь говорит о наказаниях, которые придут на Его народ и говорит, вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Друзья, когда мы надеемся на ложь, когда мы прибегаем ко лжи, мы строим территорию, мы шагаем на территорию, мы создаем пространство, на которой главной личностью является дьявол. Когда мы надеемся на Бога, когда мы умоляем Его о помощи и даже когда правда является страшной и горькой, мы взываем к Нему и просим Боже, помоги, мы делаем шаг, мы идем туда, на то государство, на то пространство, где главной личностью является Бог. И если мы там, то мы в безопасности и нам нечего бояться. И вы знаете, друзья, иногда тяжело сказать, простите, это я сделал, но эти слова приносят исцеление нашей душе и другим людям, которым мы может быть обманом, причинили боль. Знаете, говорят, что в свое время Александр Второй был инициатором реформ в системе тюремного наказания, и он посещал тюрьмы для того, чтобы больше узнать о том, как живут заключенные, как работает персонал. И вот посещая одну из тюрем, перед ним выстроили заключенных, и он подходил к ним и спрашивал, почему они оказались в тюрьме. И вот подходит к одному и говорит, ну, за что ты сидишь, вот, виноват, не виноват? Он говорит, да, конечно же, я не виноват, засудили меня, и начинает рассказывать такую, знаете, хорошо сложенную историю. подходит Александр к другому, спрашивает, ну, а ты что скажешь о себе, виноват, не виноват? Да, не виноват же я, конечно, как я могу быть виноват, если вот так, и вот так, и вот так, к третьему, к четвертому, и всех, знаете, одна и та же история, никто не виноват. Подходит он, наконец, к одному мужичку невысокого роста и говорит, ну, а ты что себе скажешь, виноват, не виноват? А он говорит, так как же царь не виноват? Виноват я. Но говорит, а в чем виноват, что ты сделал? Она говорит, знаете, из бедной семьи я женился, жил у родителей жены, а они, говорит, постоянно меня упрекали, что я безродный, что я без денег, и, говорит, постоянно вот эти укоры с утра до ночи, и, говорит, взял и не выдержал, были они в поле, а я, говорит, взял и сжег, и дом сжег, и сарай сжег, все сжег. Ну, вот и, говорит, посадили меня. Тогда Александр говорит ему, а ты, когда закончишь отбывать наказание, ты бы хотел вернуться в свою деревню? Он говорит, нет, если я, говорит, благополучно выйду из тюрьмы, я хочу пойти работать на стройке железной дороги. И вот император отзывает начальника тюрьмы и говорит, подготовьте мне на этого человека бумаги о помиловании, а то, что же ему одному виноватому среди невиновных сидеть? Дорогие друзья, когда мы открываем свое сердце Богу и говорим ему о том, что нам так нужна правда, Господь приходит к нам и Он нам помогает. Правда исцеляет наши отношения с Богом и наши отношения друг с другом. Если, мы чувствуем, что у нас есть эта привычка лжи, которой мы пользуемся в адрес других людей или, может быть, уже долгое время лжом сами себе, то, я думаю, что сейчас самое время остаться в спокойной обстановке и Богу сказать об этом и попросить Его, чтобы Он очистил нас и научил нас и выработал в нас эту привычку, начиная с сегодняшнего дня каждый день искать правды, делать шаг на ту территорию, на которой есть Бог. И вы знаете, друзья, это молитва по воле Божьей, и Господь обещал, что Он придет и поможет и очистит наше сердце от всякой неправды. Давайте откликнемся на этот призыв и попросим Господа спасти нас и очистить от этого порока. Пусть правда Божия приносит всем нам радость и мир. Давайте мы вместе об этом помолимся. Боже наш, мы обращаемся к Тебе за помощью и просим, чтобы Ты услышал нашу молитву и очистил наше сердце от всякой лжи, от всякого лукавства, которое, может быть, мы неосознанно делаем во взаимоотношениях с людьми, с Тобою или сами с собою. Боже, дай нам эту территорию правды, дай нам, Господи, жить в этом государстве, которое называется правда. Дай нам, Боже, чувствовать Тебе рядом и видеть, как Ты помогаешь нам жить по правде. Боже, исцели наше сердце от всякой лжи и очисти. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok